Долина Храмов Долина Храмов Осмотр Долины Храмов лучше начать с храма Юноны Лоцинии или Геры, богини супружества и деторождения. Это первый храм на священной дороге, построен около 450 года до н.э. на прямоугольной ступенчатой платформе 38 на 17 метров. Его окружали 34 колонны, по 6 на коротких и 13 на длинных сторонах. До нашего времени полностью сохранились только 25. В основном они образуют северную колоннаду. С этой же стороны сохранились капиты лидорического ордера и архитрав. В 406 году до н.э. город осадили и захватили карфагеняне. Храм горел. Восстанавливали его уже римляне в 3 веке до н.э. Тогда же Акрагас переименовали в Агриджента. Надо сказать, что это был единственный из древнегреческих полисов, который восстановил свое благосостояние после вхождения в 211 году до н.э. в состав Римской империи. Очередные беды городу принесли землетрясения, а также византийцы и первые христиане-переселенцы. В этот период были уничтожены многие храмы Агриджента, посвященные языческим богам. С восточной стороны храма находится большой альтарь для жертвоприношения, размером 29,3 на 10 метров. В конце 6 века до н.э. вокруг античного города была построена защитная стена с квадратными башнями, протяженностью 12 километров. Частично она проходила по высокому горному хребту и была сложена из необработанных скальных блоков в сочетании с тезаным камнем. Толщина стен в основании превышала 1 метр. Территория между храмами Юноны-Лоцинии и следующим храмом Конгордии была повторно использована ранними христианами. Вдоль древних стен были высечены гробницы Аркасоли. Справа от остатково-бородительной стены и раннехристианских захоронений проходит асфальтированная дорога для туристов. А в древности здесь пролегал священный путь, вдоль которого располагались самые главные храмы города. Идя по священной дороге от храма к храму, мы как бы переносимся во времени, в период процветания и величия города, когда им владели греки. Следующий на священной дороге – это храм Конкордии, один из трех лучше сохранившихся древнегреческих архитектурных памятников, наряду с храмами Гефеста в Афинах и Посейдона в Пестуме. Он был построен в период с 440 по 430 годы до н.э. Его произвольное название связано только с найденной поблизости латинской надписью «Конкордия». Храм расположен на четырехступенчатой платформе размером 39,4 на 16,9 метра. Задача платформы состояла в сглаживании неровности земли. 34 колонны высотой по 6,75 метра располагались по 6 на коротких и по 13 на длинных сторонах, так же, как в храме Юнона-Ласынии. Нижние части храма были украшены белой лепниной, а фризы, метопы и верхняя часть окрашены в яркие цвета. Крыша была покрыта мраморной плиткой. В 597 году епископ Агридженто Григорий сделал храм христианской базиликой, посвященной апостолам Петру и Павлу. Это и сохранило храм от разрушения. Поблизости от храма находится вилла Ауреа. В 1925-1932 годах на вилле жил Александр Харкасл, англичанин, благодаря которому была раскопана большая часть Акрагоса. Он также финансировал реконструкцию восьми колонн храма Геракла. Вблизи виллы находится греко-римский некрополь и катакомбы с множеством погребальных камер. Захоронения относятся к I-III векам н.э. Храм Геркулеса или Геракла – самый древний в долине, построен в VI веке до н.э. Культ легендарного героя был одним из главных в Акрагосе. В храме находилась бронзовая статуя Геракла. Разрушила великий храм землетрясения, и сегодня от него осталось только восемь колонн. И в таком виде он не перестает удивлять и восхищать людей XXI века. Смотря на древние руины, можно только представить, каким величественным был Акрагос в период своего расцвета. Красоту города прославил поэт того времени Пиндарт. Он назвал Акрагос городом самым красивым средь созданных смертных руками, но заметил при этом, что строили они на века, а жили так, будто завтра никогда не наступит. Богатство и роскошь жителей города так описал Деодор Сицелейский. Они носили одежду необычайной утонченности, отороченную золотом. Их сундуки забиты драгоценными изделиями из золота-серебра. А воспитание детей не было строгим. Скорее их баловали. Вдали видна пирамидальная постройка из Туфа, так называемая могила Тирона. Однако она никак не связана с правителем Акрагоса в V веке до н.э. Тироном. На самом деле это памятник погибшим римлянам во Второй Пулической войне. Рим против Карфагена 218-201 года до н.э. Один из величайших храмов, построенных греками – храм Зевса Олимпийского. Самый большой дорический храм Европы, но и более всех пострадавший. Сейчас лежит в руинах. Он задумывался как главный храм города и должен был стать самым большим храмом в дорическом стиле в эллинском мире. В 480 году до н.э. в битве при Гимере Акрагос одержал победу над карфагенянами. По указу правителя города Тирона в этом же году началось строительство храма, посвященного Зевсу Олимпийскому, или Олимпион. Храм занимал площадь в 6340 квадратных метров. Колоссальные размеры Олимпиона составляли 113 метров в длину, 50 в ширину и 30 метров в высоту. Высота колонн достигала 18 метров. На высоте 11 метров верхняя часть внешней стены отходила назад, а в образовавшихся нишах стояли восьмиметровые статуи титанов. Создавалось впечатление, что они несут на себе весь вес архитрава. Так же, как Атлас был приговорен Зевсом нести на своих плечах земной шар. Одна из статуй гиганта лежит сейчас на земле среди развалин храма. Гигантские рельефы фронтонов представляли битву богов и титанов с одной стороны и битву под Троей с другой. Представление о том, как выглядел храм, дает макет в археологическом музее. Храм Зевса Олимпийского был одним из величайших храмов, построенных греками, но полностью завершить его не удалось. В 406 году до н.э. карфагеняне взяли реванш, захватили и разрушили город-соперник. С тех пор каменные блоки храма служили стройматериалом для других сооружений. Не менее руин храма впечатляет монументальный жертвенный алтарь, на котором можно было заголоть до сотни жертвенных быков одновременно. Храм мифических близнецов диаскоров Кастера и Балукса, сыновей Зевса и жены испартанского царя Леды, стал символом агриджента. До наших дней от храма диаскоров сохранились лишь четыре колонны, поддерживающие остроугольную часть антаблибента. В действительности же речь идет о реконструкции XIX века, которая выполнена из найденных в зоне раскопок фрагментов, принадлежавших различным эпохам. С 1997 года археологический ландшафтный парк «Долина храмов» включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В церкви и монастыре святого Николая XIII века разместился региональный археологический музей, располагающий богатейшей коллекцией предметов, найденных при раскопках в агриджента и его окрестностях. В 18 залах представлено более 5000 экспонатов, начиная с доисторического времени и заканчивая греко-римским периодом. Особо впечатляет коллекция керамики, а также изделия и украшения из золота. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok